Здорово, программисты и айтишники! Сегодня будем ремонтировать внешний жесткий диск Western Digital My Passport. Для начала подключим его к компьютеру. Операционная система определяет устройство, проставляет драйвера. Но в моем компьютере не отображает его, и через некоторое время всплывает сообщение о том, что USB устройство не опознано. Давайте разберем его и осмотрим. Диск уже вскрывался. Сорваны несколько пломб на гермоблоке. Но все-таки одна пломба на месте. Видимо, айтишники вовремя одумались и остановились. Итак, данная модель имеет следующий вид. Как видим, из разъемов у него только microUSB 3.0, что немного усложняет работу с таким накопителем. В принципе, данный диск – это тоже ноутбучный винчестер с SATA-разъемом, у которого переходник SATA-USB распаян на системной плате. Неисправность данного диска заключается в выходе из строя элементов гермоблока или системной платы. Давайте для начала проверим системную плату. Тем более, нередко бывает, что на данных дисках выходит из строя интегрированный преобразователь SATA-USB. Чтобы это проверить, необходимо найти даташит на системную плату, снять откуда-нибудь SATA-разъем и проводками его распаять к нужным точкам. Вы, наверное, скажете, «Эй, чепушила, какой нафиг даташит? Какие проводки? Мы только винду умеем переустанавливать». Ну окей, тогда как и я ищем совместимую SATA-плату с ноутбучного винчестера. Для этого гуглим, какой SATA-аналог совместим с нашим USB-диском. Надеюсь, гуглом вы пользоваться умеете. В моем случае это оказался диск с такой платой. Перебрав свои доноры, я нашел такой диск. Для того, чтобы эта плата с донора приживилась, нужно перекинуть ПЗУ с родного диска, который имеет позиционное обозначение U12. Запаяв флешку, устанавливаем донорскую плату на ремонтируемый диск. Подключаем через переходник SATA-USB к компьютеру. И вот оно чудо. Диск определился. Видны пользовательские файлы. Следующим этапом скопируем нужную информацию и после просканируем диск. Если он окажется без битых секторов, то просто покупаем кейс USB SATA и вставляем туда наш диск. И продолжаем им пользоваться. Хочу отметить, что здесь нам повезло. Если бы неисправность заключалась в блоке магнитных головок, то все было бы намного печальнее. Ремонту такие вещи не подлежат, а извлечение информации возможно только на профессиональном оборудовании, таком как PC-3000. Ну вот как-то так. Если видос понравился, поставь палец вверх. Ну и сделай доброе дело, подпишись на канал. Пока!